Насколько известно, вы завтра собираетесь в Минск. С какими ожиданиями вы туда поедете, что вы ожидаете от этого визита? Как вы оцениваете уровень взаимодействия Беларуси и России на международных площадках? И почему, на ваш взгляд, партнеры по СНГ, ЕАЭС, ОДКБ далеко не всегда поддерживают Беларусь и Россию при голосовании в международных структурах? Насчет того, с какими ожиданиями я отправляюсь, я когда в Минск еду, я не ожидаю, я предвкушаю. Это всегда очень полезный с точки зрения профессиональной деятельности визит. И всегда очень приятно. Я очень люблю этот город. Вот гостеприимство традиционное, которое там везде встречаешь на каждом шагу. У нас ежегодно проводятся совместные заседания двух коллегий Министерства иностранных дел России и Беларуси в дополнение к ежегодным обменам визитами министров. И вот будет у нас очередное заседание коллегии. Оно планировалось на декабрь, но в силу бездременной кончины министра астронных дел Владимира Макея мы, естественно, его перенесли. Оно состоится завтра. И на повестке дня вопросы, которые касаются всего того, о чем мы сейчас говорим. Это проблемы миропорядка, проблемы отношений с НАТО, с Евросоюзом, с тем же Советом Европы, с ОБСЕ. Структуры, которые сейчас все больше и больше сливаются в некий такой единый организм, выполняющий волю одного сюзерена, Соединенных Штатов Америки. Это, к сожалению, проявляется, я уже об этом упоминал, и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Будем доверительно рассматривать и конкретные направления нашей дипломатической деятельности, включая те резолюции, которые выносятся на голосование в различных органах ООН, и включая вопросы внешнеполитической координации. У нас в СНГ и в ОДКБ, особенно в ОДКБ, потому что это более продвинутая как бы интеграционная структура, есть планы совместной внешнеполитической активности. Эти планы выражаются в проектах совместных заявлений, которые готовятся в ОДКБ, в меньшей степени в СНГ. Да, бывает непросто договариваться, в том числе потому, что у стран ОДКБ есть, у наших партнеров по ОДКБ, есть вот те самые проблемы, которые возникают в их отношениях с Западом, под давлением Запада. Они испытывают в том числе и некие сложности с экономическим положением, если Запад решает друг каким-то образом им нанести вред. Мы, нашими белорусскими друзьями, стараемся проводить линию очень простую. Все за многовекторность. Никто не хочет как бы искусственно ограничивать связи с кем бы то ни было из партнеров при понимании, что это связи не ведомого и ведущего, а это связи между двумя равноправными государствами, что эти связи основываются на балансе интересов, то есть они взаимовыгодные. И от проектов, которые обсуждаются, получают выгоду оба участника, или там несколько участников, если их больше, чем два. Но и, безусловно, если брать объемы торговли, инвестиций, других связей гуманитарных, образовательных, между, внутри страну ДКБ, например, то это несопоставимо бы больше даже сравнивать трудно с тем, что делает Запад на постсоветском пространстве. Да, бывают случаи, когда в России, Беларусь, какая-нибудь еще одна страна, или две страны из ДКБ голосуют солидарно, а кто-то воздерживается. Но такое происходит. У нас, в отличие от НАТО, нет палочной дисциплины. В НАТО шаг влево, шаг вправо при голосовании, и все это. Вот, посмотрите, даже те страны некоторые, которые высказывают несогласие с тем, как агрессивно действует НАТО в украинском кризисе, и насколько не гибко и нетворчески себя ведет, вот эта критика, она звучит. Ее немного, но она есть. А вот при голосовании категорически все действуют по команде. Я считаю, что вот эта палочная дисциплина, она вредна. Хотелось бы, безусловно, чтобы солидарность в рамках наших союзных структур была стопроцентной, и мы над этим работаем. Это требует разъяснений, требует индивидуального подхода к каждому конкретному случаю, который рассматривается. В том числе, давайте не будем скрывать, у нас есть сложности, связанные с нынешней ситуацией в Армении, когда наши армянские друзья продвигали необходимость направления миссии ОДКБ на границу с Азербайджаном, с тем, чтобы там обеспечивать какую-то стабильность. И мы согласовали, на саммите в Ереване согласовали такой документ о параметрах этой миссии. Но его принять не удалось, потому что армянские коллеги стали настаивать, чтобы в этом документе было жесткое осуждение Азербайджана. Мы объяснили, что если речь идет об осуждении, если речь идет об риторике, об изложении позиций, то здесь каждый волен сделать что угодно. Но если мы хотим направить миссию ОДКБ, то, видимо, это не обязательно обусловлено какими-то внешними признаками, какими-то заявлениями, тем более жесткими. У нас до сих пор остается готовность направить миссию ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном. Тем не менее, несмотря на то, что мы союзники, несмотря на то, что эта миссия полностью готова, армянская сторона предпочитает договариваться с Евросоюзом о том, чтобы там на длительной основе разместилась миссия гражданских наблюдателей, ну, это... ...на граница с Азербайджаном. И, наверное, если эта миссия будет разворачиваться без согласия Азербайджана, она может быть просто контрпродуктивной. Вместо укрепления доверия на границе она будет создавать дополнительные... может создавать дополнительные раздражители. Это объективная ситуация. Тут в каждом из наших регионов, и Центральный Азиатский регион ОДКБ, и Кавказский регион ОДКБ, нужно подходить, безусловно, творчески и понимая всю сложность проблем, которые возникают в рамках вот развития каждого из наших государств. Потому что все это происходит, на каждого оказывается давление. По Центральной Азии мы говорили, сколько внешних партнеров хотят развивать в Центральной Азии специальные особые отношения. Некоторые даже заинтересованы в том, чтобы сектор безопасности включать в планы сотрудничества. Но все наши партнеры, мы, естественно, с ними это откровенно обсуждаем, они прекрасно понимают и подчеркивают, что никаких расхождений с обязательствами в рамках организации договора коллективной безопасности не будет. Такие же заверения дают наши армянские друзья. В общем, здесь нужно, мое глубокое убеждение, вот как был недавно в Ереване саммит УДКБ, откровенный, честный разговор президентов. Ему предшествовал откровенный, честный разговор министров иностранных дел со своими экспертами. Надо открыто излагать любые озабоченности, любые сложности, которые, так сказать, испытывает та или иная страна. Когда мы все говорим открыто, мы всегда сможем найти решение совместное. Ну, и, наверное, завершающие два вопроса уже больше, чем... Давайте недружественным странам, если они здесь.